Обмена веществ Обмена веществ Не влияет на развитие Вот такие дети Они в самой группе риска Скажем так Потому что Сложнее им было выздороветь Потому что они очень зависит от того Как родители будут соблюдать Эту диету, это питание То есть например Во всем районе Кавказа Есть очень много детей Которых есть проблема С усвоением Некоторых основных Аминокислот, которые в основном Содержится в мясных продуктах Там не только в мясных В общем там целые есть Продукты, где содержится эти Аминокислоты, это вот В процессе терапии, если мы такое видим То мы подбираем ребенку способ питания То есть так, чтобы он с одной стороны получал бы все необходимые вещества С другой стороны Чтобы не происходило отравление вот этими вот Не усвоенными аминокислотами Близим муалидцем Ушачки 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 Близим Продукты, которые Задут, что пока курс идет То как бы диету надо соблюдать Как только курс кончается, то не надо Соблюдать И тогда действительно видно, что ребенок становится гиперактивным. Он обычно не возвращается в то состояние, в котором был, но он становится очень гиперактивным, становится плохо управляемым. И мы тогда сразу же знаем, что произошло нарушение диеты. То есть мы заранее предупреждаем, мы уже опытные, мы уже все знаем заранее. В общем, почему таких детей сейчас тоже много, очень сложно сказать. Продолжение этого вопроса. Это не единственный фактор влияющий на здоровье ребенка, но не только детей. Многие люди совершают ошибку, считают, что это самое основное. Валидинлер, он сфердиллер, ки, пэхризы, первые нюбэда, ушанин сахалмасы из-за первых нюбэда пэхриз нужны, иначе, большие сфердиллер. Да, используют, так называемые, разные диеты. Без глютеновы, без глютеновы, то есть не дают ребенку хлеба продукты, не дают молочные продукты. Нужно понимать одну важную вещь. С точки зрения нашего опыта, немалого, это важно, но не это основное. Это помогает остановить ухудшение, но это не лечит. Люди должны понимать, что это не метод лечения, это метод поддержания здоровья, но не метод лечения. Более того, диета должна быть правильной. Если диета неправильная, то ребенок можно сделать плохого. Например, у нас здесь в Баку привели девочку, которая начинала с обычного аутизма, потом они пошли, взяли диету какую-то, даже не знаю, у кого. Бакы-да, без них, без ушага илля танцевали, аутизм и ушага, за год ребенок ухудшился настолько, что ребенка появился ужасный тонус в ногах, то есть она не могла просто разогнуть стопу. Да, ноги, принципи, изгибались. Да, и ушагын сону, да, аягында чё-то проблемлэр яраны. И пришлось, в общем, мы временем потратить на то, чтобы это всё как-то вернуть в более-мене нормальное состояние. Пэхриз-сагалма yolу дейл, амма дюзгун пэхриз-олмадык-да ушақların bu хастеринин кэскинлэшмэсиня доуру геда билерик. Безум, нэ гэдар вақтımız var рекламлара, зэхмэти олмасы. Безум, элистамашачиларımız, бир сюжетimiz дэ вар, валидейн, данышы. Меністейрэм, ону диқатиня чатдырақ, тамашачиларин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова